Тургазы Бекембаев знает не понаслышке, что высокие удои в первую очередь зависят от количества и качества кормов. Без этого даже племенные буренки могут создать немало проблем. В хозяйстве знатного и сыкульского фермера, придерживаясь технологии, получают от каждой коровы до 40 литров молока. Фермер выгодно реализует его по 28 сомов за литр прямо со двора. «Слава богу, подняли цену на молоко. А то уже хотели сократить поголовье скота. Ведь сырьё закупали по 14 сомов. А теперь думаем даже увеличить поголовье. Такая стоимость литра молока окупает содержание коров». В хозяйстве на постоянной основе трудятся пятеро сельчан. При увеличении поголовья на работу привлекут ещё несколько человек. Тургазы Бекембаев по специальности ветеринар. Поэтому особое внимание уделяет контролю молока. «Вначале закупил молодых первогодок. На следующий год стадо увеличилось. У меня есть кредит, поэтому иногда продаю молодняк. Несмотря на дороговизну, фермеры покупают племенных телят». По проекту Всемирного банка для развития молочного сектора и сыкульским фермерам без залога и процентов передали оборудование. Фермерам передали бидоны, фляги и ёмкости для хранения молока. Кроме того, и оборудование для проверки качества жирности молока. «Между тем, фермер недоволен тем, что его хозяйство не включили список для нуждающихся в оборудовании». «Никто даже мне об этом не сказал. Я об этом узнал по телевизору. Думаю, обратиться к министру сельского хозяйства». Всего по региону содержат более 120 тысяч голов крупного рогатого скота молочного направления и перерабатывают ежегодно 50 тысяч тонн молока.